Здравствуйте! Вы смотрите Одинцовское телевидение. В студии программа «Специальное интервью». Сегодня гость нашей программы – начальник отдела уголовного розыска управления МВД России по Одинцовскому городскому округу, полковник полиции Владимир Лёвин. Владимир Николаевич, здравствуйте! Добрый день! Ну и темой нашего сегодняшнего разговора станет предстоящий профессиональный праздник сыщиков, день уголовного розыска. В прошлом году мы отмечали 100 лет этой славной службе, в этом году 101-я годовщина. Понятно, что самому уголовному розыску как структуре правоохранительных органов намного больше лет. Это одна, наверное, из самых старейших структур правоохранительных органов Российской Федерации. Но, тем не менее, мы отмечаем именно 101-ю годовщину в ближайшее время уголовного розыска в его современном понимании, в его более-менее современном виде. Итак, Владимир Николаевич, помню, что год назад, когда мы с вами встречались, разговаривали, речь шла о том, что к своему 100-летнему юбилею одинцовские сыщики подходят с очень хорошими показателями оперативно-служебной деятельности. Я понимаю, что служба у нас профессиональная, люди работают грамотно и думаю, что 101-ю годовщину мы встречаем тоже с неплохим результатом. Если можно, в нескольких словах расскажите о них. Спасибо, Петр. В этом году, как и всегда, мы отмечаем день образования службы уголовного розыска. В этом году мы отмечаем 101-ю годовщину со дня образования службы. И от себя я хочу добавить, служба в уголовном розыске всегда была сложной, почетной и престижной. И считаю, что служба в уголовном розыске, она всегда будет востребована как одной из структур в системе МВД. Ну, мы вообще, Владимир Николаевич, мы всегда привыкли, что уголовный розыск – это вообще элита, да? Однозначно. Все, как правило, да, есть, конечно, фильмы об участковых, но, как правило, все фильмы о полиции, о милиции – это фильмы именно о розыске, это фильмы именно о представителях вашего. Да, на передних краях обязательно служба уголовного розыска, согласен, да. Все-таки, вот если, скажем, кинотрадиции, да, отвлечься, показатели, насколько они вообще соответствуют ожиданиям? Ну, что я могу сказать по поводу показателей наших? Мы по области не занимаем самые высшие места, ну и не в низших рядах, где-то среднички. Вот, если посмотреть по статистике, как мы подошли к закрытию восьми месяцев, то есть положительные моменты и отрицательные. Из числа положительных я могу озвучить, что мы добили 100% раскрываемости по убийствам, по преступлениям, причине тяжкого вреда здоровью, повлекшие смерть, 100% раскрываемость, по изнасилованиям, улучшили показатели по раскрытию грабежей, квартирных краж. А из числа тех преступлений, по которым я считаю, что вот в четвертом квартале мы должны максимум приложить усилий, реализовать ту информацию, которая у нас есть, это такие преступления, направления, как кража автотранспорта, мошенничество в сфере незаконного оборота, оружия и наркотиков. Ну, вообще, вот те виды правонарушения, преступления, которые вы перечислили, они традиционно относятся действительно к самым сложно раскрываемым, и там действительно требуется высочайший профессионализм для того, чтобы, ну, я не знаю, что, по крайней мере, приблизиться к каким-то серьезным величинам, там, ну, о 100% по-моему, речь никогда не идет ни на каком уровне, когда речь идет о таких преступлениях, как, например, там, угоны того же автотранспорта. Ну, вот вы сказали о том, что примерно в средней, так сказать, в средней части таблицы турнирной, если можно так кавычках сказать, находится подразделение, но понятно, что та территория, на которой приходится работать сотрудникам, она сама по себе, наверное, одна из самых сложных. В Московской области, вот если можно, опишите, какие сложности, какие трудности существуют и препятствуют работе полиции? Правильно, Петр, вы озвучили их в плане того, что Одинцовский район, он один из престижных районов по Московской области. Очень много представителей государственной власти живут здесь. У нас рядом Рублево-Успенское шоссе. И что, на что я хотел бы обратить внимание, в плане того, что возникают сложности при раскрытии тех или иных преступлений, все больше и больше мы в ходе анализа оперативной обстановки, работы по тем или иным тяжким, особо тяжким преступлениям, сталкиваемся с тем, что приезжают к нам сюда, в район, подготовленные, хорошо организованные преступные группы. И самостоятельно установить лиц, которые причастны, иной раз очень сложно. Мы во взаимодействии с сотрудниками Главного управления по Московской области, управлением РОСК и сотрудниками ГУР, МВД и иными параллельными службами проводим ряд мероприятий, чтобы тем самым установить, задокументировать, задержать данные преступные группы. Ну, вот эти преступные группы, откуда они в основном едут? И есть ли какая-то специализация у них? Кто к нам едет для совершения преступлений целенаправлений? Я бы не мог сказать, и не буду, наверное, говорить, в плане того, что или из числа азиатских стран, контингент или из числа других регионов России прибывают. Тут, наверное, и одних достаточно, и других где-то вот 50 на 50. Из числа стран бывшего СНГ, там, с республики Молдавия, Узбекистан, Таджикистан, Армения. Ну, всего понемногу. Ну, и, конечно же, с других регионов России, где у нас не так обеспечивается население работы, приезжают сюда, а когда они находят работу, толкают их, конечно, на совершение преступлений с целью добычи каких-то денежных средств. Я знаю, что на вот общий массив преступлений, на его количество влияют очень сильно миграционные волны, приезд мигрантов и так далее. Я сейчас не беру то, что вы назвали квалифицированными преступными сообществами, которые приезжают там для совершения, ну, грубо говоря, именно квартирных краж, или там еще каких-то угонов, там, автотранспорта. Да, вот просто вот эта волна мигрантов, нелегальных мигрантов, которых тоже, к сожалению, еще пока хватает. Вот это насколько сказывается на вашей работе, насколько ее осложняет? Вы знаете, она однозначно сказывается, очень значительно. В плане того, что, ну, к примеру, приезжают граждане, там, Узбекистана. Приехали пять человек, сняли квартиру. Нигде по учетам они не проходят. Может быть, попытались устроиться на работу, не получилось. Ну, вот им же надо на что-то существовать. Или, в крайнем случае, быть к себе на родину. Добыть надо, короче, для этого средства. Ну, для этого, естественно, по возможности они постараются это каким-то образом сделать. Не исключена вероятность, что пойдут на то, чтобы путем совершения какого-то преступления. В первую очередь, это кражи. Вот бич у нас не только в районе, но и во всем регионе московском. Это кражи. Наибольшее количество краж. С одной стороны, конечно, кражам нужно противодействовать, да, и для этого есть, существуют правоохранительные органы. С другой стороны, можно сказать и рядовому гражданину, да, что можно предпринять некие шаги, некие меры для того, чтобы не быть ограбленным. В качестве потерпевшего, да. Да, и не представлять из себя там легкую добычу или приманку для преступника. Вот в связи с этим можно хотя бы один-два совета дать нашим гражданам. Да, конечно. Чтобы облегчить в конечном итоге вашу работу. Спасибо, спасибо. Ну, вот если взять, например, преступления, связанные с кражами автотранспорта, да, много в последнее время по всей области совершается краж, в том числе у нас в районе. Есть у нас автомашины, которые пользуются спросом у преступного мира, и они вполне угоняемые. И, конечно же, вот в этом плане, в первую очередь, конечно, зависит от людей, которые пользуются данными автомашинами, необходимо ставить их на охраняемые стоянки или в местах, где есть освещение. Вот, это первый момент. Второй момент. При сдаче куда-то в ремонт, в автосервис, к примеру, или в частные какие-то гаражи, не доверять на какой-то период, оставлять их, я имею в виду, на длительный срок, без ознакомления с владельцами, мастерами. Потому что очень часто бывает, когда в автосервисах изготавливают старые ключи, отслеживают, где машина в последующем ставится на стоянку, и потом она угоняется. Вот. В первую очередь, все зависит от наших граждан самих, кто в последующем становится потерпевшим. Владимир Николаевич, есть ли один-два каких-нибудь дела, которые особенно вам запомнились в последнее время и могут служить, ну, как бы, скажем, эталоном работы вашего подразделения? Да, вот сейчас как раз в сентябре мы планируем направить в взаимодействии со следствием многоэпизодное дело. Это связано с кражами из домов. Задержано по данному многоэпизодному делу два гражданина Грузии. Вот они совершили восемь краж из домов. Ну, проникали в основном в вечернее и ночное время путем отжатия стеклопакетов, совершали кражи ювелирных изделий, денежных средств. И, кроме того, они причастны к кражам по месту их регистрации в Краснодарском и Ростовской области. На данный момент они ожидают суда, ну, и понимаем, что должны получить достойное наказание. От правосудия не ушли. От правосудия не ушли, да. Благодаря сотрудникам уголовного розыска. То есть, это как раз тот вот эпизод, та ситуация, о которой вы говорили, приезд квалифицированных преступников в наш регион. Да, это одни из тех, как я уже сказал, это квалифицированные люди, которые прежде чем пойти на то или иное преступление, тщательно подготовятся, отследят и уже потом идут на совершение кражи. Что касается сотрудников, людей, которые противостоят таким преступникам, которые выигрывают в этом противостоянии и, в конце концов, заключают злодеев под стражу. Что можно сказать о них? Что за ребята, что за профессионалы, специалисты работают сейчас в отделе? Спасибо. Таких профессионалов у нас достаточно. Я мог бы долго здесь озвучивать. Ну, озвучу несколько фамилий. Вот мой зам. Штукаря Василий Николаевич. Дымус, Александр Владимирович, начальник отделения по руку преступности. Смагин, Сергей Викторович, старший оперполномочий. Сорокин, Сергей Сергеевич, оперативник. С территориальных подразделений. Картмазов, Осман, с первого отдела полиции. Горев, Алексей Николаевич, с Баргикинского подразделения. Ну, и тут можно долго их перечислять. На них надо равняться. Они подходят к работе правильно, достойно. И мы всегда имеем результат. Ну, вы назвали фамилии, среди которых много знакомых. Люди, которые, я знаю, уже много-много лет работают в управлении. А что касается молодых ребят, приходят ли они в службу, интересно ли им здесь. Потому что я знаю, что многие подразделения не на территории нашего, скажем так, района, а есть проблемы, скажем, в Москве даже существуют проблемы с комплектованием кадрами подразделений территориальных, в том числе полиции. Вот как обстоят дела у вас? Есть ли приток свежих сил? Ребята со свежим взглядом там? Да, есть такая определенная проблема. Ну, я бы сказал, она незначительная на данный момент. У нас вот на данный момент 8 сотрудников не комплект. Комплектованием мы занимаемся в службе уголовного розыска совместно с руководителями территориальных подразделений. Ну, я бы не сказал, что молодежь уходит от нас. Здесь можно, наверное, 50 на 50. И молодые посмотрят, где-то не получается, где-то не видят перспективы. Ну, и из числа тех, кто уже отработали, достаточно, есть выслуга у них около 20 лет, и с учетом нынешних реформ принимают решение об уходе. Ну, вообще, конечно, работа, она не только сложная, она еще и опасная зачастую бывает. Это и не только, скажем, работа с документами. Это и засады, это и преследование и так далее. И каждый раз, когда оперативник идет на перехват, скажем, преступник, он не знает, с чем он столкнется и готов всегда к самому худшему. Вообще, вот что касается заработной платы, выступает ли она сдерживающим фактором для молодых людей? Понятно, что для того, чтобы молодой сотрудник сделал какой-то выбор, не только в полиции, да, еще и зарплата должна быть соответствующая. Здесь понятно, что напряжение и опасность высоки. Вот отпугивает ли ребят молодых? Да, вы знаете, изначально, когда приходят, ну, уголовный розыск, престижная служба, несмотря на то, что им изначально объявляют, что зарплата именно вот такая, которую потом он в последующем ее получает. Но с учетом той нагрузки, которая сейчас есть у нас, сотрудники принимают решение. И, наверное, немаловажно, что в данной ситуации большую роль играют семьи, жены, их не устраивает в плане того, что сотрудник целыми днями, иногда бывают сутками на службе, и они требуют от своих половинок, типа, давай, принимай решение, уходи, давай, иди где-то в другом месте, зарабатывай больше. Ну, я хочу сказать, что, конечно, во всем плохом можно искать что-то хорошее, зато уж те, кто остаются, это действительно люди достойные, патриоты этой работы. А вообще кадровый резерв, откуда вы черпаете сотрудников? Это участковые, это оперативные дежурные, либо это молодые ребята, выпускники профильных вузов Министерства внутренних дел? Вы знаете, вот то, что вы перечислили, мы после проведения собеседования изучаем всю его подноготную и уже принимаем решение. Из всех служб, и это участковые, и патрульная служба, и люди, которые закончили высшее учебное заведение и желают пройти службу у нас в уголовном розыске, принимаем, конечно же, если они нам в той или иной степени подходят. Самое главное, чтобы было желание, стремление. Ну, где не может, научим, где не хочет, поправим в таком плане. Ну, и действительно, ощущение такое, что, как всегда, когда я вижу сотрудников вашего подразделения, я понимаю, что это действительно, в первую очередь, энтузиасты. И уже, да, и уже все остальные вопросы, все остальные сложности, трудности, они для них отходят на второй план. Для них главное – работать, заниматься любимым делом и восстанавливать справедливость. Владимир Николаевич, в нескольких словах, если можно, поздравьте сотрудников уголовного розыска в преддверии профессионального праздника, ну и пожелайте им, наверное, чего-то хорошего и доброго, как руководитель подразделения. Да, пользуюсь случаем, я хочу от всего сердца поздравить сотрудников уголовного розыска и ветеранов с профессиональным праздником. Пожелайте всем здоровья, счастья, успехов, благополучия, мирного неба над головой. Всем удачи и успехов. Спасибо. Со своей стороны, Владимир Николаевич, присоединяюсь к вашим поздравлениям и от себя лично, и от имени Одинцовского телевидения, телекомпании Одинцова. Поздравляю сотрудников уголовного розыска с предстоящим профессиональным праздником и желаю, чтобы, ну если бы не во всей России, но хотя бы на территории Одинцовского городского округа, наступил бы такой момент, когда будет пойман последний преступник. Будем стремиться. И сотрудники уголовного розыска смогли бы наконец перевести дух и насладиться своим свободным временем. Будем к этому стремиться обязательно. Спасибо, Петр. Спасибо. Я напоминаю, что гостем нашего сегодняшнего специального интервью был начальник отдела уголовного розыска Управления МВД России по Одинцовскому городскому округу Владимир Николаевич Левин. На этом мы прощаемся. Всего доброго. До новых встреч на канале ОТВ.